Карты вскрыты. В Аван и Лексус посетили Казанский федеральный университет. Море волнуется раз, море волнуется два. Выставка в музее имени Лобачевского. Боремся с молочницей вместе с Казанским федеральным университетом. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. В Московском государственном университете имени Ломоносова состоялся круглый стол на тему «Неправительственная организация и превентивная дипломатия. Нераскрытый потенциал ташкентского договора». В его работе приняли участие представители Казанского федерального университета. По итогам обсуждения были приняты следующие рекомендации. Разработать и представить концептуально основы общего информационно-культурного пространства по тематике «Организация договора о коллективной безопасности и приступить к реализации программы создания школы превентивно-общественной дипломатии «Мира созидания». На базе факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова. Самые популярные российские интеллектуальные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров широко известны как «Ваван и Лексус» посетили Казанский федеральный университет. О подробностях встречи далее в сюжете. 28 июля в шоуроме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета состоялась лекция мастеров телефонной дипломатии «Вавана и Лексуса» на тему «Феномен пранк журналистики. Секреты международных переговоров». Спикеры рассказали слушателям об истории возникновения новоявленного журналистского жанра, процессах развития новых медиа, способах и методах подготовки к мобильным розыгрышам, а также ответили на все интересующие зрители вопросы. Методы работы журналистов, они точно такие же, как и у обыкновенных журналистов. Это сбор информации, аналитика, это все-таки изучение портрета своего собеседника, ну и в дальнейшем уже сам разговор. То есть те же самые методы, тут единственное, что присутствует в социальной инженерии, и для того, чтобы своего собеседника склонить к общению с собой, нужно проделать определенную работу, определенные навыки убеждения, коммуникации здесь, конечно же, очень важны. Феномен пранк журналистики обосновывается необходимостью новых форматов поиска сведений в условиях информационной войны. По словам Вавана и Лексуса, они считают себя создателями этого нового журналистского жанра. То, что делает российский комедийный дуэт, это скорее не классический пранк, а вещи, порой более серьезные и общественно значимые. С помощью этого мужчины получают информацию, которая достаточно закрыта, и напрямую ее добыть просто нельзя. На счету пранкеров десятки розыгрышей, телефонных, звонков, ряду известных личностей, среди которых украинские чиновники, звезды российской эстрады, а также зарубежные политики и широко известные голливудские любимчики. Достаточно специфическая деятельность, это не журналистика в классическом смысле, и мы не хотим делать из нее какую-то отдельную дисциплину, чтобы перечеркивать все, что было создано столетиями, ради специфической формы, некого симбиоза, и с одной стороны развлечения, а с другой стороны, части каких-то методов, которые используют именно журналисты. Лекция в Казанском федеральном университете открывает проект для студентов и сотрудников университета «Открытое общество». В течение года в ВУЗе с лекциями выступят видные российские государственные деятели, дипломаты, ученые, топ-менеджеры крупных корпораций, телеведущие и журналисты. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Андрей Багудзинов, Универньюс. Средиземноморье – это поистине уникальное географическое и историческое пространство. О том, как оно покорило людские сердца, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. В музее имени Лобачевского Казанского федерального университета открылась экспозиция «По морю Средиземному», подготовленная сотрудниками музеев, вуза и научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Задача этой выставки – с одной стороны, показать уровень развития фототехники конца 19-го – начала 20-го века. С другой стороны, ознакомить посетителей с большим путем развития Средиземноморья. Это поистине уникальное географическое и историческое пространство, которое стало колыбелью многих известных человечеству цивилизаций. Здесь проживают люди, относящие себя к ключевым ведущим мировым религиям – христианство, мусульманство, иудаизм. И, конечно, те, кто оказывался в Средиземноморье – это были путешественники, это были паломники, это были ученые. На выставке представлены путь тех ученых, которые отправились в Средиземноморье с научной целью. На выставке можно увидеть более 20 фотоснимков известных зарубежных фотографов с подробным описанием изображенных достопримечательностей. Причем на выставке предоставлены не только копии фотографий из альбомов конца 19-го – начала 20-го века, хранящихся в фондах научной библиотеки имени Лобачевского, но и подлинные альбомы и фотографии. Фотографии, которые здесь представлены, они из тех самых сувенирных альбомов, которые продавались в Европе. То есть вы не могли их купить ни в Москве, ни в Петербурге, вы могли только выехать за границу эти альбомы купить, привезти их сюда, в Россию. И вот таким образом они оказались в нашей с вами научной библиотеке, эти альбомы. То есть это те альбомы, которые когда-то профессора университета, может быть, горожане Казани привезли из этих заграничных путешествий. Наряду с фотографиями экспозиция содержит множество интересных находок, привезенных учеными из экспедиции. Керамические предметы, плоды растений, чучело животных, книги и многое другое. Кроме того, выставка знакомит с атрибутами путешественников того времени. Здесь можно увидеть заграничный паспорт конца 19-го века, чемодан, компас, различные карты и путеводители. Специально для посетителей сотрудники сделали альбом. Он точь-в-точь повторяет один из подлинных альбомов, которым можно полистать, потрогать фотографии, что в других музеях делать не рекомендуется. Посетить выставку в музее имени Лобачевского можно до 16 сентября. С понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. По адресу улица Кремлевская, 18, корпус 6. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета вместе с российскими и зарубежными коллегами нашли путь эффективной борьбы с кандидозом. Все подробности узнавала наш корреспондент. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории и структурной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук Московским физико-техническим институтом с коллегами из Франции, Нидерландов и США выявили новые участки в структуре рибосомы кандида Альбиканс, которые станут мишенями для селективных терапевтических препаратов нового поколения. Мы изучаем, как работает механизм синтеза белка у кандиды и чем он отличается от человека и ищем какие-то слабые места, на которые можно воздействовать, подавив этот процесс у кандиды и не затронув клетку человека. Мы решили структуру рибосомы, это главная фабрика производства белков в клетке у кандиды и нашли участок, который отличен от человеческой рибосомы. Кандида Альбиканс – наиболее часто встречающийся патогенный грибок, возбудитель множества поверхностных инфекций. Его устойчивость к современным противогрибковым препаратам постоянно усиливается. Лечение кандидоза требует применения дорогостоящих препаратов и в большинстве случаев не гарантирует полного избавления от болезни. Это связано со способностью дрожеподобных грибов вырабатывать устойчивость к современным лекарственным препаратам. Учеными были обнаружены специфичные по своему строению участки и сайта рибосомы Кандида Альбиканс по сравнению с человеческой рибосомой, что открывает возможность для разработки нового сельфтинного ингибитора, блокировающего работу рибосомы Кандиды. Кроме того, удалось объяснить причину устойчивости кандида Альбиканс к антибиотику – циклогексимиду. Одна из проблем, которая сейчас наблюдается, это возникают новые виды этих патогенных грибков, которые начинают быть устойчивыми к этим препаратам. Соответственно, необходимо искать какие-то новые подходы для того, чтобы у нас была возможность для борьбы с этими патогенами. Ученый добавил, что инфекции Кандида Альбиканс очень распространены и особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом. Отметим, что работа велась в рамках межисциплинарного гранта президентской программы Российского научного фонда «Структурные основы белогосинтезирующего аппарата Кандида Альбиканс». Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Из Азии в Европу вплавь за час-десять минут. Интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор заставит начинающих пловцов поверить в свои силы. Какую дистанцию преодолел сотрудник Казанского университета? Живописные берега Босфора привлекают в Стамбул туристов, в том числе и спортивных. Лишь раз в году пролив полностью перекрывают для судоходства на два часа, чтобы провести межконтинентальный заплыв длиной в 6,5 километров. Я хорошо готовился не только физически, но и теоретически. Смотрел различные видео на ютубе бывших пловцов, кто хорошо преодолел эту дистанцию. Смотрел карту течения, все изучал. Все боялись, а вдруг вот я прыгну, а мне кто-то уже там сзади прыгнет на хребет прям. Но в итоге такого не было. Попасть из Азии в Европу вплавь можно в среднем за полтора часа, но победители укладываются в 45 минут. Опытный участник после старта ищет короткий путь к середине пролива, где его подхватят течения. Около 5-10% пловцов, не справившись, сходят с дистанцией. Преодолеть непростой маршрут удалось сотруднику Казанского университета Дмитрию Егорову, около года занимавшегося плаванием в выздоровительных целях и в июне впервые вышедшему на открытую воду Казанки. Мой результат час 08 при лимите времени 2 часа. То есть это, конечно же, не топ уровень, но я думаю, для первого раза, учитывая, что это был, по сути, второй старт моей жизни на таких соревнованиях, то достаточно достойно. Я считаю, если сравнивать с прошлым годом, со знакомыми, я, в принципе, даже проплыл лучше, чем они. Это не то же самое, что в бассейне, но сейчас, знаете, просто была такая волна эмоций, что, наверное, она просто съела все, все вот эти какие-то физические недомогания, физические испытания. Просто даже не могу вспомнить, чтобы я испытывал какую-то физическую боль после заплыва или усталость. Просто эмоции все перекрыли и дали мне дополнительную энергию. Говорят, попробовать свои силы на Босфоре может пловец, способный преодолеть 2-3 километра за одну тренировку, получивший рекомендации тренера и врачей. Дмитрий, получивший диплом участника, доказал своим примером. Главное – регулярные тренировки и боевой настрой. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!